17 часов в Москве, и мы начинаем бизнес-класс на Finam.fm. Как обычно, будем обсуждать бизнес в России, можно ли его сделать, как его сделать. Будем приглашать интересных людей, будем спрашивать у них те вопросы, в которых они компетентны. Итак, сегодняшняя тема – защита интеллектуальной собственности в интернете. Тема достаточно специфическая, но я думаю, что практически каждый, кто ведет бизнес в интернете, сталкивался с этой темой. Что же такое интеллектуальная собственность? Да, практически весь контент, который только может быть. Это и видео, и тексты, и фотографии, и картинки. А поскольку интернет, как канал распространения, это достаточно эффективный канал, то бизнес его довольно активно использует. Соответственно, любой, кто пытается это делать, по идее, может столкнуться с проблемой воровства контента. И если вы ведете бизнес в интернете, то, наверное, вам лучше заранее подумать, как же защитить свою интеллектуальную собственность на тот продукт, на тот контент, который вы производите и публикуете в интернет. Итак, программа у нас будет разбита, как и обычно, на четыре части. В первой части обсудим текущие новости. Во второй части рассмотрим существующее положение дел по интеллектуальной собственности в России и в мире. А в третьей части поговорим о мерах, которые нужно предпринимать для защиты информации. Ну, а четвертая часть, здесь мы рассмотрим защиту интеллектуальной собственности как растущую отрасль бизнеса. Поговорим об этом с экспертами. У меня в студии Владимир Набатов, руководитель проекта «Веб-шериф». Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. И Лейла Нейман, управляющий партнер юридической компании «Санешаль Нейман». Здравствуйте, Лейла. Добрый вечер. Ну что ж, предлагаю обсудить для начала то, что происходит сейчас в России и в мире. И вот буквально только что наткнулся на заметку про Цукерберга, который, как известно, глава Фейсбука, и который собирается посетить Москву и встретиться с Дмитрием Медведевым. Вот такой интересный шаг. Как известно, IPO, которое провел Фейсбук, было не слишком удачным. И сейчас, если мне не изменяет память, акции практически в половину потеряли свою стоимость. То есть можно сказать, что IPO было провальным. Не слишком удачное, это очень мягкое определение. Очень мягкое определение. И вот Цукерберг зачем-то посещает Москву. С чем бы это могло быть связано? Вот как вы считаете, запланированы встречи с российскими чиновниками, с Дмитрием Медведевым? То есть что планируется? У нас в России есть очевидный конкурент Фейсбука, это ВКонтакте. Ну и «Обнаклассники» тоже. Но я так понимаю, что все-таки ВКонтакте сейчас основную долю держит. Что планирует делать Фейсбук в России? Как вы думаете? Сам факт этой встречи, конечно же, очень интересен и он является знаковым. С одной стороны, очевидно, что позиции Фейсбук в России не так сильны, как позиции «Одноклассников» ВКонтакте. Две эти компании постоянно обмениваются замечаниями по поводу того, кто из них все-таки является лидером. Но очевидно, что отрыв от Фейсбук колоссален и у ВКонтакте, и у «Одноклассников». Очевидно, что Фейсбук хочет промоутировать свою площадку, свою социальную сеть в России. И, конечно же, сама эта встреча будет являться определенным стимулом для роста площадки, я думаю. Ну то есть просто пиар, да? С одной стороны, это просто пиар. С другой стороны, возможно, в том числе будут обсуждаться и вопросы защиты интеллектуальной собственности. Потому что Фейсбук — это все-таки американская компания. Там, с одной стороны, совсем другое законодательство. А с другой стороны, и «Одноклассников» и ВКонтакте регулярно обвиняют правообладатели в том, что эти социальные сети серьезно нарушают интеллектуальные права. Ну, просто говоря, пиратят контент. Точнее говоря, это делают пользователи. Ну и, конечно же, стоит отметить, что вообще сам факт того, что президент страны, тем более такой страны, как Россия, да, одной из ведущих мировых держав, принимает бизнесмена, владельца социальной сети, представителя интернет-бизнеса, это, в принципе, означает, что интернет-бизнес на сегодняшний день является мощной составляющей экономики. Интересно, что в отличие от российских, что называется, наших исконных сетей, на тот же Facebook у нас официально никакого влияния нет. То есть, если на ВКонтакт государство может как-то повлиять, то на Facebook гораздо сложнее, практически никак, на самом деле. Только вот никаких... правовая зона уже абсолютно другая. Правильно я говорю, Лейла? И да, и нет. С некоторых пор ВКонтакте также переехал в юрисдикцию домен vk.com, домен vk.ru больше не используется. Да, это я заметил, но с другой точки зрения, все-таки бизнес-то в России. А что вы понимаете под бизнесом в России? Facebook как площадка также находится в России, ее часть, и имеет пользователей российских. Скорее только юридическое лицо, которое владеет доменом. Я, честно говоря, не знаю на сегодняшний день, может быть, корпоративная структура ВКонтакте как-то изменила данную ситуацию, но если юридическое лицо, владеющее доменом, это российское юридическое лицо, тогда мы можем говорить о том, что это российский бизнес. То есть вы хотите сказать, что ВКонтакте юридическое лицо не в России? Я не обладаю такой информацией, прямо сейчас я не могу вам ответить на этот вопрос. Но действительно отличие Facebook в том, что это изначально иностранный сервис, который пришел в Россию, и у него нет никакой привязки к России юридической, кроме нас, пользователей. А ВКонтакте и Одноклассники — это бизнес, выросший в нашей стране. Это российские юридические лица, доменные имена, находящиеся в зоне РУ. Изначально Одноклассники и так находятся в зоне РУ, и ВКонтакте находился в зоне РУ. И поэтому все эти нападки правообладателей, все эти беседы о том, что нарушается закон, они, ну как-то Facebook, он был всегда в стороне. Но в то же самое время, как таковых нарушений авторского права там и не наблюдается. Поэтому дело не только в том, что это юрисдикция другая, тут еще и отношение владельцев бизнеса иное к данной проблеме. — То есть в Facebook каких-то громких таких вот скандалов я не слышал, действительно. Поэтому там относятся к этому по-другому. — Да, там, например, реализован сервис музыкальный, интегрирован сейчас в наш российский, он абсолютно легитимен. Вот звук, сервис звук, ну, наверное, известный. Вообще любые какие-то сервисы, связанные с использованием контента, они не нарушают авторских прав. То есть сами пользователи, конечно, могут выложить чужое фото, но имея американское законодательство и Digital Millennium Copyright Act, которым регулируются в том числе вопросы копирайта, то здесь ты обращаешься как правовладатель с просьбой удалить контент. Если он не удаляется, тогда ты обращаешься в суд. В нашем законодательстве такой процедуры нет. Нет такой предупредительной. То есть если есть контент, размещенный где-то на сайте, то можно сразу обратиться в суд за защитой и требовать компенсации за нарушение авторских прав. Хорошо, но мы об этом чуть позже поговорим более подробно. А вот еще какой момент. Павел Дуров, один из, в принципе, российских, ну, как минимум миллионеров. Да, то есть довольно интересный путь. Человек как бы сделал состояние, очевидно, как бы, на, что называется, своей головой сделал, в отличие от многих наших сырьевых, например, магнатов. А в этом контексте очень интересная новость, также сегодня промелькнула. Еще один близкий друг Владимира Путина оказался миллионером. Это бывший однокурсник президента Ильга Амрагимов. Провели расследование, журнал Forbes, как обычно, и выяснили, что давний знакомый российского президента является одним из крупнейших московских рантье. Доли в нескольких торговых центрах и рынках, гостиницах и площадке под строительство небоскреба. В связи с этим у меня такой вопрос к вам. Ну вот действительно мало таких людей, как Павел Дуров. В основном бизнесмены, те бизнесмены, у которых действительно большие деньги, они все-таки как-то, ну вот, связаны с нашими властными структурами. Как вы считаете, насколько в России сейчас легко сделать бизнес, не обладая такими связями? Хороший, серьезный бизнес, я имею в виду. Как раз мне кажется, что интернет – это среда, в которой вырастить бизнес с нуля в России гораздо проще, чем не обладая никакими связями, чем в любой другой сфере бизнеса. Не единственная ли это отрасль, где что-то можно сделать? Вполне возможно, что это вообще единственная отрасль бизнеса, потому что если посмотреть на интернет-бизнесы, на бизнес, связанный с IT, да, если взять чуть-чуть шире, то в России есть масса компаний, которые производят, например, программное обеспечение мирового уровня. Можно вспомнить такие бренды, как «Касперский», как, например… Компания «Параллелс», очень известная. Компания «Параллелс», да, я как раз хотел это же назвать. Просто не знаю, насколько сейчас это известная компания, но действительно делает гениальный абсолютно программный продукт для владельцев компьютеров на базе операционной системы МАКОС. Я сам пользуюсь продукцией этой компании. Честно говоря, я не думал никогда, что компания российская. Я потом просто очень удивился, когда узнал. То есть, в принципе, IT-бизнес, то есть, IT-сфера, она наиболее, скажем так, подходящая для того, чтобы сделать бизнес. Да. Хороший бизнес. Очевидно. Не зависящий от государства, от чиновников и так далее. Очевидно, почему так происходит. Потому что этот бизнес связан, в первую очередь, с интеллектом, с головой и не так сильно связан с какими-то объектами реального мира, которыми приходится манипулировать. Именно поэтому, наверное, в этом сегменте мы можем быть действительно конкурентоспособны и производить инновационный продукт. Да. Россия и еще и Советский Союз ранее славилась своими интеллектуальными, своим интеллектуальным капиталом. Наш, например, Бауманский вуз и выпускники – это основатели нынешних интернет-стартапов. Это дети, которым 20 лет, которые придумывают гениальные вещи, привлекают инвестиции порядка 300-500 тысяч евро на первом этапе. И это самое важное, что у них есть – это их мозги. Их невозможно никак узурпировать, их невозможно закрыть как-то этими властными структурами, это невозможно сдать в аренду. Это непосредственно часть человека. То есть есть человек, есть его интеллект. Поэтому тут достаточно просто. Если у тебя есть какая-то идея, она связана с тобой, с твоей личностью, ее просто можно реализовать. Для этого не нужны больше никакие вложения. Поэтому я согласна с Владимиром. Действительно, эта сфера, она развивается. И развивается еще за счет этих молодых мозгов. Часто говорят про утечку мозгов. Но вот в данном случае, насколько это она играет роль, вот такая утечка? То есть действительно ли люди стремятся делать бизнес не из России, если есть такая возможность? Конечно. У нас сложно делать бизнес. Взять хотя бы одного из основателей Google, который, в общем-то... Речь не об этом. Дело в том, что можно находиться в России, но делать бизнес не из России. То есть инкорпорировать юридические лица не в российской юрисдикции. Интернет позволяет находиться в любой точке мира, иметь юридическое лицо, обслуживающее бизнес где-нибудь на Кайманных островах. При этом серверы располагать в какой-нибудь третьей стране и при этом физически находиться в России. Лейла, предлагаю продолжить обсуждение этой темы после новостей. Продолжаем обсуждать защиту интеллектуальной собственности в интернете. У меня в студии есть два эксперта, которые помогают мне эту тему раскрывать. Владимир Набатов, руководитель проекта WebSheriff, и Лейла Нейман, управляющий партнер юридической компании Sonishal Neyman. Итак, как мы уже поняли, интернет – это одна из немногих сфер бизнеса, где можно действительно быстро раскрутить свой бизнес и стать миллионером. У нас есть этому очевидные примеры. Но, тем не менее, в интернете действуют свои правила игры. В частности, если говорить о пиратстве, в целом уровень пиратства в России снижается, но все же остается достаточно большим. 63% в России уровень использования пиратского ПО. Но это связано с очевидными процессами, которые происходят в обществе. Например, мне кажется, что в России люди не очень привыкли платить за информацию. Как вы считаете, есть ли такое некое предубеждение из-за того переходного периода, в котором мы находились после распада СССР? Мне кажется, проблема чуть-чуть шире. Люди, в принципе, не очень любят платить, и не только в России. Ну, эта проблема, она понятна. Здесь как бы что о ней скажешь? Это очевидные вещи. Да, если речь идет о объектах физического мира, которые невозможно безнаказанно использовать, украсть или еще что-то с ними сделать, да, за это следует неминуемое и вполне очевидное наказание в виде лишения свободы, например. Когда мы говорим об интеллектуальной собственности, ее гораздо проще использовать незаконным образом. И отсутствие, с одной стороны, действительно какой-то истории и культуры, с другой стороны, все-таки не самое хорошее финансовое состояние у большого слоя населения в нашей стране. И при этом доступ, открытый и легкий доступ к этой самой информации, которую можно использовать незаконно, к этому самому контенту, все это вместе как раз создает предпосылки для того, чтобы пользователи активно использовали нелицензионный софт, музыку, фильмы, любой другой интеллектуальный продукт. Я бы хотела некоторую юридическую ясность, терминологию внести. Вот информация как раз, к ней должен предоставляться свободный доступ. Это право, конституционное право гражданина на право на информацию. И здесь такая вот есть очень тонкая грань. Информация для бизнеса, например, конфиденциальная информация, которая является каким-то важным составляющим элементом, как, например, формула приготовления Кока-Колы, которая хранится в тайне, которая является объектом интеллектуальной собственности, охраняется как конфиденциальная информация в режиме коммерческой тайны или ноу-хау, секреты производства. А интеллектуальная собственность, какая-то та иная, которую называют в простонародье контент, это результат интеллектуальной деятельности человека, то есть некий венец творческой мысли человека, всегда за этим стоит автор, физическое лицо. А формула Кока-Колы это? Это тоже результат интеллектуальной деятельности, но это больше применимо в индустриальном плане, то есть это важно для бизнеса. За этим находится также некий автор идеи, идеи как таковые не являются объектами авторского права и не охраняются. А интеллектуальная собственность вот иная, то есть авторское право, это другая категория. Фильмы, музыка, книги, программное обеспечение, игры, это все объекты авторского права. И действительно, даже ребенок знает, что украсть шоколадку в магазине плохо, потому что исторически складывалось и уже в менталитете нации заложено воровать плохо. Это, в общем-то, заложено даже в Библии. А украсть какой-то нематериальный объект не совсем понятно. То есть, наверное, на мой взгляд, правильно было бы с раннего детства, где-то в детских садах, то есть в каком-то дошкольном образовании доносить до детей факт важности охраны, в том числе интеллектуальной собственности. Потому что, в конце концов, венцом творения является некий автор. И он, в конце концов, будет голодать, если все будет пиратиться. Хотя здесь вопрос тоже очень такой спорный, дискуссионный. Ну, не факт, что это произведет должное впечатление. Гораздо, по-моему, более должное впечатление произведет немедленное наказание, неотвратимое за это. Итак, у нас есть информация. Не вся информация является интеллектуальной собственностью. Не вся информация защищена авторским правом. Но, тем не менее, та информация, которая защищена, должна быть, соответственно, ее использование регламентироваться определенными законами и определенными лицензиями. Копирайт, допустим. Копирайт. Что это такое? То есть это как раз некий значок, который, знаете, в интернете ставят. Значок копирайта, C такой, в скобочках. Что это означает? Поставив этот значок у себя на сайте, что я говорю? Что эта информация защищена как-то? Это говорит о том, что вы декларируете авторство на данную информацию, на данный контент. У нас действует презумпция авторства. То есть тот, кто указал себя автором какого-то произведения. Например, вы встаете где-то и рассказываете стихотворение, и говорите, это я его написал. И пока не будет доказано иное, будет считаться, что действительно именно вы автор этого стихотворения. Поэтому точно такая же аналогия в интернете. Вы как автор указываете, ставите этот значок копирайта, тем самым вы декларируете, что контент ваш. Тогда надо определиться, чей ваш. Кто, собственно говоря, владеет этим контентом. А владеет им администратор доменного имени. Владелец доменного имени. Тот, который указан в хуис-сервисе, у регистратора. Именно он будет являться лицом, владеющим той информацией, которая на сайте. И если она будет признана контрафактной, именно он, согласно правилам регистрации доменных имен в зоне РО, будет отвечать за этот контент. Тогда другой вопрос. Если не стоит значок копирайта на сайте... Это не имеет значения. Абсолютно. Ставить его, не ставить, это просто вопрос дизайна, да? Можно так сказать. В некотором роде да. То есть это необязательно. И вообще копирайт в переводе с английского – это право на копию. А вообще, как термин, это переводится авторское право. То есть здесь право авторства. Здесь, в общем-то, все понятно. Можно указывать, можно не указывать, но если этот домен принадлежит вам, все, что размещено на этом домене, априори, ваше, если вы это не украли. Понятно. Итак, телефон прямого эфира 495. Это код города 6510996. Обсуждаем авторское право с Владимиром Набатовым и Лейлей Нейман. Немножко больше о рынке, рынке защиты интеллектуальной собственности в России. Ну, окей, рынок отличается наверняка от западного рынка. Какие игроки здесь есть? Это, во-первых, наверное, юридические компании. Лейла, вы как раз представляете одну из таких компаний. Компании, которые предоставляют защиту, услуги защиты информации. И, наверное, компании, которые, даже не компании, а некие сервисы, средства, которые эту информацию распространяют. Такие, как хостинг-провайдеры, такие, как провайдеры видео-хостинга, например. Может быть, что-то еще я забыл. Интернет-сайты, да, непосредственно? Да, по сути, интернет-сайты также являются неким средством распространения. Есть еще один очень важный игрок, про которого не стоит забывать. Это правообладатель. Это компания, которая непосредственно производит тот самый контент, который площадки распространяют. Мы защищаем, а юридические компании обеспечивают легализацию всего этого процесса. То есть во главе угла все-таки на сегодня стоит производитель контента, производитель фильмов, музыки, игр, программного обеспечения. Собственно, того самого контента, который потом распространяется легально, либо нелегально. Я опять повторюсь, непосредственно творцы, авторы, теофизические лица, чьим творческим трудом создается контент, который потом переходит в ведение правообладателей, которым уже являются игроки. И далее по цепочке, как говорил Владимир. Потому что защитить право на защиту есть у всех, в том числе у этого автора, теоретического лица. То есть обратиться за защитой своего нарушенного права может как правообладатель, владелец имущественных прав на интеллектуальную собственность, так и автор, который может уже не обладать имущественными правами, но у него всегда остается право. То есть несколько таких нападающих может быть на интернет-сервис, о чем тоже нужно помнить. И еще есть общество по коллективному управлению авторскими правами. Это российское авторское общество, которое управляет авторскими правами. И общество, которое управляет смежными правами. Права исполнителей, права на фонограммы, права на... Права изготовителей фонограмм по продюсерам. Если говорить о музыке. И они тоже сейчас заявляют свои права в некотором роде на информацию, на контент, который разношен в интернете. То есть тут нападающих много. То есть целая армия нападающих интернет-сервисом. Надо быть во всеоружии. Лэл, а вот скажите, с точки зрения мировой практики, российской, есть какая-то существенная разница между этими практиками в мире и в России? Безусловно, есть. У нас законом установлено право требовать компенсации, денежной компенсации за нарушение авторского права. Минимальный размер — это 10 тысяч рублей, максимальный — 5 миллионов за один факт нарушения. Судебная практика, на моей памяти, верхнюю планку никогда еще не присуждала никому. То есть ценовой порог достаточно низкий. Так, то есть на Западе этот порог выше? На Западе, конечно же, этот порог гораздо выше. Никаких многомиллионных исков у нас нет. В нашей практике было дело, например, против относительно легального портала video.ru, в котором много очень контрафактного контента, там были фильмы, сериалы, и мы требовали по 2 миллиона за каждый факт нарушения. Конечно, эта сумма была снижена, и в итоге все равно никто ничего не заплатил. Потому что даже имея судебное решение на руках, владелец доменного имени, как отвечающий за контент, у него может быть ни гроша за душой, и вы ничего не взыщете. То есть физически деньги не будут получены. Это такой какой-то порочный круг. То есть можно ли говорить о том, что в России, скажем так, права правообладателя защищаются, точнее, возможности правообладателя по защите своих прав существенно меньше, чем на Западе? Я бы так не сказала. Законодательно они достаточно высокие. Не так давно внесены поправки в Уголовный кодекс. Это преступление перенесено в категорию тяжких преступлений. До 6 лет лишения свободы за нарушение авторских прав, предусмотрено статьей 146 Уголовного кодекса. Инструменты есть, но судебная система не столь совершенна. И не столь очевидна роль... Строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Да. И нет еще политической воли государства. Ну а как же, помните, еще до вступления в ВТО, там муссировало, что мы должны принять закон такой-то, который, соответственно, приведет нашу практику в соответствие... А мы его приняли. Мы его приняли, но получается, что формально, да? То есть он, по сути, не очень эффективен. Мы его приняли. Тогда речь шла, например, о сервисе Олаф МП-3. Как будто бы из-за него нас не принимали в ВТО. Был очень громкий процесс, уголовное дело возбуждено. Инициатором было, по-моему, Warner Music и другие иностранные правообладатели. Насколько нам известно и рынку известно, все это просто как-то стихло. Прецедент, в общем-то, отсутствует. То есть замяли, по сути? Договора нет. Понятно. То есть формально мы, как бы, вроде соответствуем, но по факту... Мы приняли соответствующие поправки, необходимые для гармонизации нашего законодательства международным законодательством. Наше законодательство абсолютно идентично международным договорам об авторском праве и о смежных правах. И по техническим средствам защиты, и по, собственно говоря, поправкам распространения в интернете появилось в 2006 году. И была потом интегрирована в гражданский кодекс в 2008 году, который кодифицировал все законодательство об интеллектуальной собственности. Но я бы сказала, что сочетание таких сервисов, как веб-шериф и схожие некие технические средства контроля вместе с такими судебными методами, юридическими методами защиты, они как раз более эффективны. Потому что отследить контент возможно. Если говорить о международной практике, например, в Германии... Я предлагаю, что после новостей уже понятно, что есть определенные сервисы, которые помогут правообладателю. Итак, новости на Финам.ФМ. Интеллектуальная собственность в интернете. Тема нашей сегодняшней программы. Мои гости Владимир Набатов, руководитель проекта веб-шериф и Лейла Нейман, управляющая партнером юридической компании Синишаль Нейман. Итак, у нас есть телефон прямого эфира 495, это код города, и сам телефон 6510996. Звоните по этому телефону, либо пишите на сайт Финам.ФМ, высказывайте свое мнение. Итак, интеллектуальная собственность. Ну, допустим, я малый бизнес. Я сделал в интернете сайт. Что-то там продаю. Да, может быть, у меня какие-то ролики, видео, которые объясняют, допустим, как пользоваться чем-то. Я считаю, что это моя интеллектуальная собственность. Что мне нужно делать для того, чтобы эффективно обеспечивать свою неприкосновенность. И не то чтобы неприкосновенность, а вот даже некие свои права. Как это сделать изначально, на начальном этапе, так, чтобы потом не пришлось жалеть? Вам надо ролики снимать своими силами. Или покупать их в специальных каких-то видео или фотобанках. Контент, видео и фото приобретать на легальных фото и видео сервисах. Либо делать своими руками. То есть, использовать свои фотографии. Свои фотографии. Использовать свою видеокамеру. Для того, чтобы... Можно использовать чужую. Имеется в виду, что ролик должен сниматься силами ваших сотрудников. Или вы можете заказать какой-то третьей стороне производство контента для вашего сайта. К соответствующим договорам. Да, у вас должен быть договор на выполнение работ по созданию контента. Этот договор будет подтверждать ваше авторство, ваше правообладание. Если некая третья сторона предъявит претензии на контент, который размещен у вас на сайте, этот договор, он подтвердит ваше авторство. И, конечно же, не нужно просто брать фотографии в интернете и копировать и использовать у себя. Вы не знаете, кто может быть правообладателем. Вы можете получить эти иски в свою сторону. Также касается видеофайлов. И еще нужно помнить об изображениях лиц. Лица – это лицо гражданина. Это одно из нематериальных благ. И использование лица гражданина не допускается без его разрешения. То есть, вот, допустим, иду я по улице, я фотограф, хочу сделать замечательный кадр. Вижу, что в этом кадре, ну, допустим, есть чье-то лицо. Если оно является единственным объектом фотографирования, у вас должно быть разрешение на коммерческое использование данной фотографии. Но просто так сфотографировать я человека могу. Это лирическое отступление. Вы можете сфотографировать, безусловно, для себя, для своих коллекций. А если он скажет, не хочу, чтобы вы меня фотографировали? Это нарушение. Это уже нарушение. Это нарушение. Это уже конституционное право на какую-то свободу. Он просто может не хотеть, чтобы вы к нему подходили близко и фотографировали. Но в то же время, вот, например, должностные лица, их можно фотографировать в любом случае, поскольку они при исполнении, да? Что значит можно фотографировать? Ну, допустим, подходит ко мне милиционер, пытается вымогать взятку. Могу ли я его, например, снять на айфон? Можете. Могу. То есть он, несмотря на то, что он будет говорить, нельзя меня снимать и так далее, это все в рамках закона. Вы можете сфотографировать его, вы считаете, что ваше право было нарушено, вы защищаете возможными для вас методами. Далее этот снимок может быть использован против этого милиционера, чтобы доказать, что он вас внуждал дать ему взятку. Но это было лирическое отступление. Возвращаемся к интеллектуальной собственности именно в интернете. Итак, значит, что нужно сделать? Нужно не использовать чужие материалы и нужно либо все снимать и создавать контент самостоятельно, либо, если привлекать каких-то дополнительных, дополнительные сервисы, то нужно регламентированно в договоре, соответственно, все прописывать. Да, либо приобретать у специальных сервисов, приобретать готовый контент в фотобанках и видеобанках. Такие существуют. Да, конечно. Да, использовать по лицензии. Владимир, если вам что добавить. Я думаю, что тут важно пояснить два момента. Первое, когда вы создаете объект, скажем, видеоролик, важно, чтобы вы сами не нарушали, как раз то, о чем сейчас говорила Лейла, важно, чтобы вы сами не нарушали чьи-то права. И также нужно всячески стараться сделать так, чтобы и ваши права не нарушили, чтобы ваш ролик потом тоже нелегально не использовали. То есть необходимо как минимум разместить логотип, каким-то еще образом обозначить, что ролик все-таки ваш. И потом, таким образом, можно будет гораздо проще найти нелегальные копии какие-то и предъявить претензии, скажем, площадкам, которые будут использовать объект вашего интеллектуального труда. Ну, у вас останется исходный файл, в любом случае, он будет являться подтверждающим доказательством. То есть исходник именно... Исходный файл, конечно, исходный файл будет подтверждающим. Ну, вот ты сделал, я фотографию, допустим, да, потом я эту фотографию кому-то отослал. Да, но вы не можете отослать ее в том формате, в котором есть фотография. Ужал, допустим, в 10 раз. Вот, ужатая — это уже не исходник. Ужатую можно украсть. Наличие исходника, тяжелого, большого файла со всеми наличивающими пикселями, как это должно быть в самом начале, будет подтверждать ваше право на эту фотографию. С фотографиями, ну, достаточно обширная судебная практика, фотографы хорошо выигрывают дела. То есть, по сути, если фотограф кого-то сфотографировал, модель там, да, это все равно право фотографа. То есть авторское право получается у фотографа. Да, совершенно верно. А у модели свое право налицо. Если она работает на некое модельное агентство, и согласно договору все, что... Все случаи, когда ее снимают, принадлежит, все принадлежит ее работодателю, этому модельному агентству, то она даже не распоряжается своим лицом. Как, например, актеры всяких разных шоу, они не распоряжаются своими лицами. Или ведущие телепередачи. Согласно их контрактам на работу, они не имеют права на свои лица. Лицами... Ну, вот, допустим, пошел я на улицу, сфотографировал красивую девушку. Она не модель, не работает в модельном агентстве. Потом я пришел домой, эту фотографию, вдруг я понял, что она стоит огромных денег, продал ее каким-то сервисом, получил за это деньги. И тут модель, условно говоря, девушка, которую я сфотографировал, приходит ко мне и говорит, а что же ты используешь это? Кто вправе в своем? Она скорее пойдет не к вам, а, например, вы продали эту фотографию в рекламное агентство, и это использовалось в рекламе банка какого-то. Она пойдет в банк, и банк будет платить деньги ей, потом будет взыскивать их с рекламного агентства, которое продало ему фотографию без так называемого модел-релиз, без разрешения на использование лица. И потом когда-нибудь найдут вас. Но я не думаю, что она пойдет сразу к вам. Скорее всего, к тому, кто использовал фотографию. А использовал тот, в чьей рекламе она использовалась. То есть, это вещь, которую, наверное, для фотографа не стоит делать. То есть, надо заранее согласовывать с теми людьми, которых он фотографирует. Обычно фотографы это знают, да, они могут иметь такую маленькую памятку. Там указаны паспортные данные того лица, дата съемки, и вот я разрешаю в таком-то использовать. Телефон прямого эфира у нас остается неизменным. Код города 495, сам телефон 6510996. Либо вы можете написать на сайт Finam.fm, поделиться каким-то своим мнением, либо задать вопрос нашим экспертам. Мы продолжаем разговор об интеллектуальной собственности в интернете. Окей, ну, допустим, вот есть ролик, который я, собственно, снял. Не использую там никаких дополнительных, что называется, спорных моментов, собственно, которые могут принадлежать каким-то другим лицам. Я разместил его, допустим, на YouTube. Вот как с этим быть? Ну, во-первых, у меня у самого был опыт, когда я, например, сделал некий микс музыки и картинки, то есть своих фотографий, и мне YouTube как-то вычислил, что я использовал эту музыку. Значит, там музыка была, ну, я не пишу музыку сам, то есть я ее где-то взял, там, какой-то MP3 использовал. А мне YouTube сказал, вы там нарушаете права собственности. И, соответственно, каким-то образом пометил это все видео. Но при этом он меня не заблокировал. Он просто вот дал мне понять, что вот такое событие имеет место быть. То есть я использовал какой-то чей-то копирайт. YouTube — это как раз американский видеохостинг. Это крупнейший в мире видеохостинг. И YouTube очень активно работает с правообладателями для того, чтобы избежать нарушения их интеллектуальных прав. Понятно почему. Почему? Потому что, например, компания Viacom, один из крупнейших производителей видеоконтента, не так давно с YouTube осудился. Пытался отсудить миллиард долларов за старые грехи, за нарушение копирайта. Еще в те времена, когда YouTube не разработал систему ContentMatchID. Я сейчас чуть подробнее об этом расскажу. На YouTube, кстати говоря, для вот таких нарушителей, как вы, есть отличный видеоролик, который в шутливой форме рассказывает базовые основы копирайта. Что такое хорошо, что такое плохо, что можно делать, что нельзя. На самых простейших примерах мальчик пошел в кино, снял на фотоаппарат или на видеокамеру мобильного телефона фрагмент фильма, выложил в сети, вот это делать нельзя. На таких простых-простых примерах достаточно захочет... Но я же не зарабатываю на этом ролике, я вот для себя снимаю. Это не важно. Не важно, все равно я нарушитель. Конечно, потому что на этом ролике хочет заработать кто-то другой. Тот, кто его произвел, он хочет вот на этой музыке, например, заработать. Как раз ваш случай — это очень хороший пример того, как можно, не ограничивая пользователей излишне, извлечь прибыль из своего интеллектуального продукта. Почти все крупнейшие рекорд-лейблы музыкальные работают с YouTube, и они загружают всю свою фонотеку, всю свою базу в хранилище Google на YouTube. YouTube вычленяет в роликах пользователей, например, в вашем ролике, совпадение как раз с системой ContentMatch ID. Очень сложный алгоритм, который вычисляет совпадение музыки с референсными файлами, с базой record-лейблов Major Studio. И дальше у студии есть два варианта. Студия может ваш ролик заблокировать, либо студия может сказать YouTube «Окей, мы не против, но тогда в этом ролике будет показываться реклама, и правообладатель, владелец музыкальных прав будет получать вознаграждение за то, что его музыка используется в вашем ролике. Соответственно, если мы говорим о музыке, то практически все крупнейшие звукозаписывающие компании работают именно по этой схеме, они все монетизируют музыку. Таким образом, вы можете распространять свое видео, пользователи могут его смотреть, а record-лейбл зарабатывают деньги, система, при которой все выигрывают. То есть, в принципе, это нормальная работающая система, и YouTube можно брать как некий хороший пример того, как это может быть устроено. Потому что я знаю, что доходы правообладателей тех же record-лейблов, они, ну, было, по крайней мере, была информация, что они сильно падают как раз из-за пиратства, из-за распространения интернета, из-за вот таких вещей, глобализации. Я бы сказал, что общий объем доходов, он не падает, он, возможно, даже растет. Речь идет о том, что падают доходы от прямых продаж носителей физических, или даже от продаж музыки через iTunes, например. Но если мы говорим об общих доходах, то, скорее всего, они не снижаются, а, может быть, даже растут. Тем не менее, record-лейблы, конечно же, используют информацию о падении доходов в продаж физических носителей для того, чтобы еще более активно лоббировать свои интересы. Ага, как бы аргументировать, да, свою позицию. Как раз рекламная модель распространения музыки работает очень неплохо и позволяет заработать деньги, и при этом заработать их, не ставя пользователей в жесткие рамки. То есть появляется возможность и предоставить пользователю бесплатный доступ к контенту, с одной стороны, и, с другой стороны, монетизировать его с помощью показа рекламы. Ну и чтобы закончить уже тему с видеохостингами типа YouTube, вот я знаю, что есть лицензия Creative Commons. Чуть-чуть подробнее о ней. Насколько я понимаю, это некий стандарт, который регламентирует промежуточное использование прав. То есть либо у нас как-то вот было, я так понимаю, да, поправьте меня, если я не прав. Либо есть копирайт, то есть защищены права, либо не защищены. А Creative Commons — это некий вот попытка промежуточные какие-то варианты, да? То есть есть права, но, например, на определенный тип использования. Не совсем так. Creative Commons — это некий инструмент, разработанный профессором-юристом Лоренсом Лейсингом. Это было достаточно давно, ну, в рамках интернета. То есть, наверное, порядка восьми лет назад. Россия, российская юрисдикция, не поддерживает систему Creative Commons. То есть для нас это абсолютно никакого значения не имеет? Нет, это не имеет никакого значения. Что ты ставишь там на YouTube в качестве своей лицензии? Нет. YouTube — американская юрисдикция, поэтому ставя на YouTube, это можно использовать. Поставить на своем сайте, который принадлежит вам, домен принадлежит вам, российскому физлицу или юрлицу, бессмысленно подчинять Creative Commons, потому что это не работает. Там шесть видов лицензий. Они позволили там, может быть, некоммерческое использование, по аналогии с ГНУ, GPL лицензиями. То есть это как открытое ПО. И можно некую монетизацию через Creative Commons. Но проблема России на сегодняшний день в том, что она не акцептировала эту систему, поэтому использовать ее бессмысленно и говорить даже не имеет. Я, может, чуть-чуть попроще, простыми словами расскажу основную идею концепции. Ну, слава, потому что через 10 секунд у нас... Creative Commons — это такой конструктор, лицензия конструктора. Вы можете сказать, что я распространяю свое произведение по лицензии Creative Commons, и при этом разрешаю, например, его перерабатывать или некоммерчески использовать. Но коммерчески использовать запрещаю. А можете разрешить использовать любым способом, в том числе и коммерческим. То есть вы сами, как правообладатель, можете подогнать лицензию под свою задачу. Все понятно, Владимир, спасибо вам огромное. После новостей продолжим обсуждать нашу тему. Бизнес-класс на Финам.ФМ продолжается. Обсуждаем защиту интеллектуальной собственности в интернете. Уже поговорили о тех мерах, которые обычному человеку, ну и, в общем-то, любому бизнесмену необходимо предпринять, для того, чтобы потом не сталкиваться с тем, что его собственность находится под какой-то угрозой интеллектуальной. И четвертая часть у нас, как я уже говорил, посвящена защите собственности как растущей отрасли бизнеса. Можно ли заработать денег на том, чтобы помогать, допустим, людям защищать свою собственность. Ну, допустим, я бизнесмен, который опубликовал что-то, ну или человек, у которого есть какие-то права интеллектуальные на какую-то продукцию. Допустим, ее украли. Какой-то другой сайт разместил, допустим, мой видеоролик или мою книгу. Книги – это вообще отдельная история, то есть в интернете полно бесплатных книг. Я автор этой книги, я хочу как-то вот восстановить свои права. Вот что мне делать, да? Я могу обратиться к юристу, очевидно, да? Либо пойти вот в какую-то компанию, которая поможет мне, скажем так, сделать так, чтобы эту книгу не украли, потому что это технически сложно. Владимир, вот у вас, ваша компания «Вебшериф», я так понимаю, как раз и занимается тем, что пытается сделать вот саму кражу сложнее. Или я ошибаюсь? Да, все верно. Я только хочу сделать маленькое замечание. Мы работаем исключительно с видеоконтентом, не занимаемся ни книгами, ни софтом, потому что это совсем-совсем отдельный бизнес. Видеоконтент распространяется активно на видеохостингах, в социальных сетях, скажем, в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, на определенном пуле пиратских ресурсов, всем хорошо известных, на торрент-трекерах. Мне кажется, огромное количество сейчас фильмов в интернете можно посмотреть без всяких проблем, даже не пользуясь тем же ВКонтакте, а куча-куча сайтов, где эти фильмы выложены в огромных количествах. Да, абсолютно верно. И мы как раз работаем с правообладателями и защищаем видео. В основном это касается кинотеатральных премьер. Там риски очень высоки, и потери очень высоки, потому что если фильм во время кинотеатрального проката доступен, как правило, в плохом качестве, бесплатно в интернете, то кинопрокачики теряют достаточно большую долю доходов, и они, соответственно, готовы платить и защищать свой контент. Есть все-таки прослойка людей, которые готовы смотреть в плохом качестве, но все же бесплатно. Я могу рассказать статистику, которую мы собирали примерно полтора года назад. Мы анализировали каталог Дисней, и с тех пор изменилось на самом деле немногое. Сразу после выхода появляется фильм в экранной копии, да, с ужасным звуком, с ужасной картинкой, с головами, ходящими на фоне. Потом, примерно через полтора-два месяца, после того, как фильм издается на ДВД, появляется версия на ДВД. Одновременно с этим, либо чуть позже, появляется версия в HD, копия с Блюрея. Так вот, по статистике, которую мы наблюдали полтора года назад, количество скачиваний одного и того же фильма в экранной версии и в версии на ДВД различалось примерно на порядок. Догадайтесь, в какую сторону. Скачивали плохую экранку, да? Да, на порядок больше. У меня... Один мой друг посмотрел «Аватар» вот в таком варианте, там, вот в таком маленьком окошечке. И сказал, что это ужасный фильм. Да, ему, естественно, не понравилось. Ну, окей, возвращаемся к бизнесу на защите интеллектуальной собственности в интернете. Веб-шериф. Бизнес, насколько вот вы по отношению к конкурентам, где вы стоите? Есть ли такие сервисы? Кто они, кто как бы ими занимается? В России есть несколько сервисов, которые оказывают аналогичные услуги. Собственно, наше отличие основное от наших коллег заключается в том, что веб-шериф — это лишь один из проектов компании, связанных с новыми медиа. И мы занимаемся не только защитой, но и дистрибуцией. То есть наша позиция такая, что лучшая защита — это, как известно, нападение. Наилучший способ защитить продукт — это предложить его пользователю легально. То есть это некая стратегия, которую вы простраиваете и предлагаете пользователю. Очевидно, что в ряде случаев это сделать невозможно, скажем, если мы говорим о кинотеатральной премьере. Очевидно, что кинопрокатчик никогда не согласится, по крайней мере сегодня, не согласится показывать фильмы одновременно в интернете, одновременно с релизом в кино. Но мы активно работаем с правообладателями и призываем их всех максимально хорошо, максимально полно представлять свой каталог в интернете легально. Именно это, собственно, и есть наилучший способ защиты. То есть вместо того, чтобы все запрещать и везде все удалять, надо самим предложить контент. В наилучшем качестве и на наиболее приемлемых условиях для пользователя. Ну и все же, вот сколько лет проекта WebSheriff? WebSheriff существует примерно два года в активном режиме. Два года. То есть молодой проект, а удается ли заработать денег? Я так понимаю, что вы не только руководитель, а еще и основатель проекта, да? Я один из основателей проекта. Да, ну, как я уже сказал, проект существует в рамках компании, и в компании есть много проектов. И в том числе мы занимаемся защитой контента, который мы сами распространяем. Поэтому коммерческий мониторинг, работа с кинопрокатчиками, например, это лишь одна из составляющих. Ну, получается деньги-то зарабатывать именно на WebSheriff? Да, да, конечно. Конечно. Проект существует достаточно успешно, и с коммерческой точки зрения тоже. А когда окупился, можете сказать? Да, проект окупился, наверное, через год после. Собственно, основные затраты на проект, это были затраты на разработку программного обеспечения и на его постоянную модернизацию. Почему? Потому что... И сколько примерно по затратам? То есть насколько это легко вот такого плана бизнеса открыть? Мы писали наш софт примерно год, наверное. Была команда из двух-трех программистов. Ну, то есть в целом затраты серьезные, средние? Нет, затраты достаточно небольшие, но нужна определенная экспертиза, нужно понимание рынка, нужно понимать, какие каналы распространения видеопродукции, например, наиболее актуальны, нужно постоянно отслеживать какие-то новые тренды. ВКонтакте, например, стал безумно популярен, да, как канал распространения видео. Внутри ВКонтакте стали появляться приложения, да, это что-то было абсолютно новое, нужно было искать какие-то пути взаимодействия с авторами приложений. Ну, а вот сама отрасль, вот сам вид бизнеса, он растущий? Либо вот с учетом того, что сказал Лейла по поводу России, по поводу того, что, ну, как-то, может быть, не такие большие деньги можно отсудить по сравнению с... Ну, тот бизнес, о котором мы сейчас говорим с Владимиром, как раз и я говорила об этом, и вот Владимир говорит, именно то, что делает веб-шериф более эффективно, чем судебная защита. А совместная работа, она крайне эффективна. Да, то есть если еще идет... Отдельно судиться, отдельно работать просто поиском нарушителей, это практически невозможно. То есть есть две стадии. Во-первых, нужно подстраховаться, использовать сервис веб-шериф или, похоже, другой сервис. И потом уже, если что-то не получается, если все-таки воруют, потом уже можно идти в суд. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. И потом защита во время кинотеатрального проката, это востребовано. Есть еще много другого контента. Телеканалы, которые... Эфирные телеканалы, различные другие производители видеоконтента, и они тоже хотят как-то себя защищать. И вот, работая на постоянной основе, нужен такой слаженный механизм, обязательные технические средства отслеживания защиты, типа веб-шерифа. И претензионная работа, которую могут делать специальные юристы путем составления правильных запросов к правильным источникам. То есть нужно обращаться к владельцу доменного имени, которого нужно распознать. А он может быть закрыт в хуис-сервисе. Тогда нужно использовать полномочия адвокатские или делать какой-то судебный запрос в рамках возбужденного какого-то дела, уже открытого производства. То есть нужно использовать несколько механизмов для того, чтобы добиться защиты. Чем мы и занимаемся, собственно говоря, достаточно успешно. Да, что касается рынка, то рынок растет просто потому, что появляются новые игроки постоянно. Я имею в виду производители контента, правообладатели. Как Клейла абсолютно верно заметила, телеканалы, например, еще 3-4 года назад не обращали никакого внимания на интернет практически. Сейчас многие телеканалы всерьез озабочены проблемой пиратства, той проблемой, что их продукты, которые должны работать в эфире, работают не в эфире, а в интернете и работают не на них. Появляются интернет-площадки, онлайн-кинотеатры легальные в России. Их уже достаточно много. Это, кстати, отдельный мой вопрос. И они тоже озабочены проблемой пиратства, потому что им приходится делиться с правообладателями, им приходится разделять прибыль, в то время как пираты прибыль с правообладателями не разделяют. То есть экономически конкурировать достаточно сложно, поэтому они тоже заинтересованы в услугах по защите. И у них нет времени, а веб-шериф уже работающая система. Как уже Владимир сказал, год пошла разработка. То есть какой-то технологический механизм, чтобы телеканал написал сам, ему нужно затратить много времени. А есть работающий механизм. Поэтому много очень фактов сотрудничества из-за того, что механизм работает, и достаточно быстро и просто. Путем нажатия специальной кнопки в YouTube можно забанить контент за 2 минуты. Мы вот часто очень взаимодействуем. В 2 секунды я бы даже сказал. Да, мы очень, то есть мы просто на уровне наши, например, клиенты, производители контента, там пишут нам письмо о нашей рабочей материала, нашего сериала, который будет в эфире скоро, там на федеральном канале в интернете, сделайте что-нибудь. Две минуты обращения в веб-шериф, но поскольку мы партнеры, контент банится. Все источники в YouTube закрываются. Это эффективно. Это эффективно. То есть это сочетание работы юриста и технологического сервиса. Замечательно. То есть рынок, в общем, можно сказать, обладает неким потенциалом, то есть, возможно, имеет смысл стартовать в каких-то нишах, вот, незанятых, как вы считаете? Да, конечно, потому что помимо видео есть еще музыка, есть еще книги, есть фото. По фото, кстати говоря, есть, насколько я знаю, сервисы, которые как раз специализируются тоже на автоматизированном распознавании. У фотобанка есть свой специализированный сервис, который распознает фотографии путем каких-то, тоже какой-то мэчинг, мэчинг. Да, то есть они просто запускают своего робота, и он находит все сайты, где используют их фотографии, потому что они все промаркированы. И таким образом, это одна из стратегий, это одна из маркетинговых стратегий того же фотобанка. Они видят нелицензионное использование, они предлагают оплатить нелицензионное использование по двойной ставке, если они отказываются, то включаются юристы. И после этого этот сайт становится клиентом, он оформляет подписку и получает себе обновление там за небольшую сумму в месяц. Очень хороший метод, на самом деле, вот Microsoft в России, наверное, тоже очень похожие вещи использовала. Сначала все было бесплатно, а потом пришли и говорили, платите деньги. И это очень эффективно, потому что люди привыкли уже, то есть люди не рассматривают конкурентов, то есть вот уже безвыходное практически положение. А у меня вот такой вопрос, Владимир, вот вы говорите о защите видеоконтента. Вот у нас недавно в России чуть было, ну условно чуть было, не закрыли YouTube. Доступ к YouTube. У вас не екнуло сердечко? YouTube один из наших ключевых партнеров, одно из направлений нашего бизнеса, это как раз агрегация контента для YouTube. Мы предоставляем легальный контент для этой видеоплощадки в России в огромных количествах. То есть бизнес бы схлопнулся бы, да? Ну, я могу сказать, что наши журналисты любят немножечко... Преувеличить. Преувеличить, да, масштаб катастрофы. Ну подождите, но YouTube уже закрывают. В Дагестане там какая-то часть, по-моему, закрыта, вот недавно я слышал. Если будет решение суда, которое в нашей судебной системе мы можем ожидать через полтора-два года, за этот период может измениться очень многое, в том числе случится конец света. Если Google не выполнит решение российского суда, то этот сайт действительно будет закрыт. Ну, не завтра. На территории России, да. Но я не могу себе представить даже в кошмарном сне ситуации, при которой Google не выполнил бы решение российского суда и не заблокировал бы какой-то ролик. Спасибо, Владимир. На этой оптимистичной ноте предлагаю закончить. С нами был Владимир Набатов, руководитель проекта WebSheriff, и Лейла Нейман, управляющая партнером юридической компании Sonichal Neiman. Спасибо вам большое. А это была программа «Бизнес-класс» на Финам.фм. И после новостей программу продолжит сухой остаток с Олегом Дмитриевым. Олег будет обсуждать с гостями развитие рынка пластиковых карт в России. Оставайтесь с нами, делайте деньги с удовольствием.